Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис, и бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду, ведь, боти, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть в самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Эй, банда, мы приехали в деревню, где по легенде живет настоящий металлический лис. Люди описывают его как существо роста метр восемьдесят с огромной металлической головой. Некоторые называют его аниматроником, аниматроником Фокси. Правда ли это будет он, банда, я не знаю, но ранее мы уже снимали аниматроника Бонни, и мы даже успели заснять его смерть, то как он погиб. Целый секретный отряд Альфа и все армии этой страны собрали, чтобы перехватить и ликвидировать Бонни. И им это удалось, они убили его на наших глазах. После этого мы забрали труп Бонни, чтобы разрезать его. И то, что мы с него достали банду, мне все еще не укладывается в голове. Но все же давайте под этим видео наберем двадцать тысяч лайков. И тогда на свой дрон я сниму реального аниматроника Чику. Так что бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. И еще там иногда выходит секретная информация про аниматроников. Так что бандит, скорее смотрю в описание, ставь лайк, а мы тем временем запускаем наш дрон. Погнали! Итак, банда, надеюсь вы готовы, Настя уже подлетает к этому поселку, где был замечен Фокси. И вы только посмотрите, как много здесь разных складов. И в любом из них может прятаться или же даже жить Фокси. Тем не менее, местные населения называют его металлический лис. Как мне сказали, они все очень сильно его боятся. И уже несколько раз вызывали спецразделение, чтобы его уничтожить. Но ничего не происходило, потому что они просто не могли его найти. Все же, банда, я надеюсь, что мы сегодня сможем найти этого аниматроника Фокси, чтобы потом отнести это видео в полицию. И они наконец-то его уничтожили и остановили все эти убийства от Фокси. Как я знаю, только в этом поселке Фокси уже убил 10 человек. Но вы представьте, сколько людей он убил в других поселках. Там число может уже зайти даже за тысячу, только вдумайтесь в это. Тем не менее, мы продолжаем наши поиски Фокси. Посмотрите, сколько здесь разных зданий. Он же может прятаться где угодно. Хотя я думаю, что нам стоит найти самые забытые, заброшенные здания. И именно там он будет прятаться. И посмотри, что это за домик. Неужели здесь может жить Фокси? К нему даже не ведут никакие следы. Просто посмотрите, банда. Хотя мне еще кажется, что Фокси может жить в какой-то норе. Ведь как мы знаем, Фокси лис, а все лисицы живут в норе. Они там просто прячутся. Возможно, Фокси тоже будет жить как настоящий лис. Здание выглядит очень старым. Вполне возможно, что здесь может жить Фокси. Окей, давай тогда заглянем в окна. Может быть, мы там его увидим. Но вы только посмотрите, что это вообще такое. Я таких зданий никогда раньше не видел. Просто какая-то жесть. Выглядит как будто дом какого-то маньяка. Тем не менее, банда. Вот Настя поворачивается к лицевой стороне этого здания. И там уже есть окна. И вроде бы там никого не видно. Ничего нету. Да, я тоже ничего не вижу. Я думаю, что если бы Фокси жил здесь, то там бы были какие-то трупы. Или же их остатки. Ведь Фокси уже убил людей в этом поселке. Я вам говорил об этом ранее. Думаю, нам стоит от этого отталкиваться. Возможно, около дома Фокси будет какая-то кровь или же одежда. И вот посмотрите, Настя подлетает к еще одному заброшенному домику. Вроде бы ничего не видно. Туда даже следы никакие не ведут. Я думаю, что у Фокси должны быть огромные металлические следы. Просто представьте, какая у него там лапа. Тем не менее, банда. Просто посмотрите, что это за здание. Здесь какие-то слишком ухоженные здания. И мне кажется, что это больше какая-то ферма. А нам надо найти какое-то заброшенное здание на окраине поселка. Ведь именно там и может обитать Фокси. Тем не менее, вот Настя залетает уже вглубь этого поселка. Посмотрите. Я думаю, что где-то здесь мы и сможем снять Фокси. Вот Настя подлетела к этим домам ближе. Просто посмотрите. Я предлагаю залететь внутрь одного дома и посмотреть, как там живут люди, которые знают, что в их поселке находится настоящий маньяк-убийца. И вот двор. Давай в него залетим, посмотрим, что там. Я вроде бы вижу, что там в этом доме открыты двери. Неужели они не закрываются и не боятся аниматроников Фокси? Просто посмотрите, банда. И там даже есть человек. Я вижу, что там кто-то работает. Посмотри. Он не боится Фокси? Что за бред? Он так спокойно работает, когда его поселок и настоящий маньяк-убийца. Это так странно, банда. Я не понимаю, что происходит. Я бы закрыл все двери и просто сидел молча. Посмотри, там ребенок. Я вижу, зачем он ее выпустил? Ее нужно быстрее спрятать в доме, пока не поздно. Она же легкая жертва для Фокси. Или же только под присмотром. Это просто жесть, банда. Ее нужно спрятаться. А не посмотри. Это Фокси. Я говорил вам, банда, он реально здесь живет. И теперь эта девочка попалась ему. О, черт. Это просто жесть. Нужно было спрятаться. Банда, почему они сидят на улице? Быстрее убегать. Это такая жесть. Просто посмотрите на него. Он реально весь из металла. Я в шоке. Он существует. И, глянь, там собака на него гавкает. О, черт. Почему девочка не слышит этого? Что за жесть происходит, банда? Вы видите? Я просто в шоке. О, господи. Он перелезает через запор. Он реально хочет убить эту маленькую девочку. Посмотрите. О, черт, что происходит. Она заметила Фокси. Она убегает. Посмотрите. Собака и девочка убегают. Просто шесть. Фокси пытается ее догнать. Но, похоже, у него не получилось. Ура, девочка смогла забежать в дом. Это просто жесть, банда. Я в шоке. Это мужик. Он вышел разобраться с Фокси. Посмотри. Господи. Он его пихатит. О, черт. Он еще ударил Фокси. Это просто жесть. Надеюсь, что мужик уничтожит Фокси. Посмотрите. Они реально дерутся. И собака куда-то убежала. Похоже, Фокси явно выигрывает. О, нет. Мужик промахнулся. И Фокси просто разрезал ему руку своим крюком. Похоже, что Фокси выигрывает. Теперь он на него рычит. Посмотрите. Мужик взял палку. На, Фокси. Получай. Неужели мужик прямо сейчас выигрывает его? О, черт. Посмотри, что он делает. Он просто его вырубает. Это такая жесть. Фокси упал без сознания. Теперь мужик его добивает. Я просто в шоке. Банда, что это было? Мужик какой-то терминатор. Он просто уничтожил целого аниматроника Фокси. Просто посмотрите. Он реально его вырубил. Но что он теперь собирается делать с его трупом? О, черт. Он его взял. Посмотри. О, господи. Просто посмотрите на это, Банда. Неужели он собирается закрыть его в своем подвале? Но он куда-то его тащит. Он еще так легко его взял. Банда, посмотрите. Как будто этот аниматроник Фокси вообще легкий. Хотя у него там вес, наверное, несколько тонн. Просто жесть, какой этот мужик сильный. Это наш новый герой. О, черт. Куда он его тащит? Здесь нету подвала. Что он собирается с ним делать? Неужели он собирается уничтожить его тело? Ну а каким образом вообще, Банда? Посмотри. Что происходит? Вообще я не понимаю. Что он делает? Что происходит, Банда? Зачем он его взял? Что он собирается с ним делать? Посмотри. Он прикладывает его к доске? Что за бред? Что он с ним делает, Банда? Неужели он собирается его привязать туда? Потом отрубать ему конечности? Посмотрите. Он реально его привязал. Все, как я и говорил. Но что он дальше с ним собирается делать? Я пока что не понимаю. Он берет топор. Посмотри. О, черт. Неужели он... Просто глянь на это. Он отрубывает ему руку. Это такая жесть, Банда. Вы видите? Просто ужас. Он реально хочет уничтожить Фокси. Он хочет отрубать ему все конечности. Этот мужик насколько сильный, что разрубил металл. Посмотри. Это жесть. Он просто отрубил ему руку. И теперь он приступил к ноге. Это просто ужас, Банда. Посмотрите. По-моему, он отрубил в долбе ноги. Посмотри на это. Он так старательно их рубает. Просто ужас. Думаю, что после этого уже никто не сможет починить Фокси. Посмотрите, что творит этот мужик. Просто жесть. Он практически уже отрубал ему ноги. Глянь. Он их полностью отрубал, Банда. Это полная жесть. Он с такой агрессией отрубивает ему руки. Просто посмотрите. Мне кажется, что Фокси убил его жену. Потому что мы видели мужика, видели его дочка. А мамы не было. То есть получается, Фокси убил его жену. А теперь мужик ему хочет отомстить. И посмотрите. Он просто отрубал ему вторую руку. Фокси остался в бесконечности. И там даже видно его эндоскелет. Это просто жесть, Банда. Я в шоке. Мужик уходит до воли. Он реально только что на наших глазах уничтожил Фокси. Тем не менее, он просто продолжает там висеть. Я думаю, что мы можем украсть труп Фокси. А потом его разрезать. Что вы думаете насчет этого, Банда? Мы, наверное, прямо сейчас пойдем и укротем его. А уже в Киеве, когда приедем домой, разрежем. И мы увидим, что находится внутри Фокси. Просто посмотрите. Он так и остался здесь висеть. Такая жесть. Я в шоке. Мы сегодня сняли убийство Фокси. Он реально умер, Банда. Просто поверьте в это. Тем не менее, если вы хотите, чтобы я разрезал Фокси. Давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И тогда я разрежу Фокси. А тем временем, просто посмотрите, какие шикарные комментарии из-под прошлого видео. Просто вглядитесь, какие они идеальные. Ну а если, бро, ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно допуститься ниже. Зажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокольчик, комменты, ты моего видео бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok